МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Безопасный Новый год. Какие правила необходимо соблюдать при использовании пиротехники? В праздник, используя библиотека имени Пушкина, представила программу на новогодние каникулы. Глиеровская осень. Ученица детской музыкальной школы стала дипломантом третьей степени на международном конкурсе. Далее расскажем обо всем подробно. Заемщиков защитят от навязанных условий кредитования, а зарегистрировать рождение ребенка можно в любом российском ЗАГСе. С 30 декабря вступает в силу ряд изменений. Банки больше не могут заранее проставлять в кредитном договоре отметки о согласии заемщика на оказание ему дополнительных услуг. Своё согласие на них гражданин должен будет подтвердить собственноручно. Раньше россияне нередко сталкивались с тем, что кредиторы в индивидуальных условиях кредитного договора в ряде граф проставляли галочки, которые означали, что заемщик согласен на предложенные условия кредитования. Это происходило, когда, к примеру, кредитная организация не сообщала о возможности получения кредита без страхования, свободе выбора страховой организации, стоимости страхового продукта, праве заемщика на растяжение договора страхования в период охлаждения. С 30 декабря, даже если гражданин был вынужден приобрести дополнительные услуги, он сможет отказаться от них в течение 14 дней после заключения договора и сможет вернуть уплаченные за услугу деньги за вычетом фактически понесенных расходов на ее оказание к моменту отказа. Также с 30 декабря у россиян появится возможность зарегистрировать рождение ребенка, оформить развод или усыновление, получить справки и повторные свидетельства, внести изменения и исправления в актовые записи, восстановить или аннулировать такие записи в ЗАГСе любого региона по выбору заявителя. Изменения внесли в Федеральный закон об актах гражданского состояния. Прежде новорожденного можно было зарегистрировать только по месту рождения или по месту жительства родителей, а расторжение брака – по месту жительства супругов или по месту государственной регистрации заключения брака. В любом ЗАГСе можно было зарегистрировать только брак. Фейерверки, свечи и петарды – неотъемлемый атрибут встречи Нового года. А какие правила безопасности необходимо соблюдать, чтобы не обрачить праздник неприятным инцидентом и не причинить вред себе и окружающим? До трех пожаров в нашем городе происходит каждый год именно в период новогодних праздников. Особо огнеопасна сама елка, тем более, если она искусственная. Стоит повнимательнее присмотреться и к гирлянде, что ее украшает. Зачастую их могут делать из некачественных материалов. При покупке той же самой елки, либо гирлянды и даже пиротехнических изделий нужно обязательно просить сертификат. Если есть сертификат, соответственно, там все прописано. Сертификат, какое это изделие, какого оно класса горючести. Но не все, конечно, понимают, о чем я говорю. Но сам факт того, что если есть сертификат, соответственно, данный вид продукции лицензированный, и он прошел проверку. Пиротехнику нужно покупать в магазинах, а не на рынках или с рук. Осмотрите коробку. Если она повреждена, разорвана, либо помята, салюты нельзя использовать. Также обязательно посмотреть срок годности фейерверков. Запускать пиротехнические изделия могут только лица, достигшие совершеннолетия. Нельзя запускать их из рук. При запуске пиротехнического изделия, самое главное, нужно выбрать площадку для данного запуска. На упаковке, на каждой изделии, должна быть прописана инструкция. Вот в инструкции прописано, какое расстояние, минимальное расстояние должно быть от зданий, сооружений, от деревьев, от линии электропередач для безопасного запуска. Вот это есть на упаковке. Запускать фейерверки с балконов также запрещено. Лучше потратить пару минут выйти на улицу, обезопасив себя и близких. Ни при каких условиях нельзя направлять фейерверк на людей, либо в окна домов. Продлить школьные каникулы до 16 января с целью не допустить ухудшения эпидемиологической обстановки и нарушения образовательного процесса предложила первый замглавы Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Соответствующий запрос она направила на имя министра просвещения Сергея Кравцова. Напомним, ранее он заявил, что министерство не планирует продлевать сроки новогодних каникул для школьников из-за пандемии. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Ряд выплат, которые прежде назначали и выплачивали россиянам органы соцзащиты Роструд, с 1 января будет предоставлять Пенсионный фонд РФ. К примеру, через Пенсионный фонд с Нового года будут назначать следующие виды пособий для граждан с детьми. Ежемесячное пособие неработающим гражданам по уходу за ребенком до полутора лет. Единовременное пособие при рождении ребенка. Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью. С полным перечнем мер можно ознакомиться на сайте ПФР. 10 саровских проектов из 16 получат финансирование в рамках программы инициативного бюджетирования «Вам решать». Среди них устройство спортивной площадки на территории молодежного центра. Благоустройство бульвара в 16 микрорайоне. Благоустройство территории в районе домов 26, 28 и 30 по улице Курчатова. Устройство объектов наружного освещения в районе домов 34 и 36 по проспекту Ленина, дома номер 21 по улице Пионерской и дома номер 16 по улице Александровича. Ремонт спортивной площадки в районе домов 13 и 15 по улице Некрасова. Благоустройство дворовой территории в районе домов 33 и 35 по проспекту Ленина и дома номер 31 по улице Александровича. Устройство объектов наружного освещения тротуара по проспекту Ленина от дома номер 2 до дома номер 14. Участок от улицы Шверника до улицы Чапаева. Детская библиотека имени Пушкина подготовила для юных саровчан насыщенную программу на новогодние каникулы. Мероприятия будут проходить как в онлайн, так и в офлайн формате. Подробности в следующем репортаже. Подарок для мышки – приключения новогодних игрушек «Снежный лев». По мотивам произведений современных авторов нужно было придумать рисунок. Такую акцию подготовила для юных саровчан библиотека имени Пушкина. Работы получились невероятно трогательными и атмосферными. Посмотреть их можно в новогодние праздники, посетив импровизированный вернисаж. Зная, как ребята любят заниматься творчеством и с каким удовольствием взрослые включаются в этот творческий процесс, мы постарались сейчас составить такую программу, чтобы она включала в себя и какие-то творческие моменты, то есть работа творческих площадок, которые будут работать у нас в течение всего дня. То есть можно приходить в библиотеку каждый день и здесь что-то делать своими руками. Самый ценный подарок – это подарок, сделанный своими руками. В него можно вложить частичку своей души, любви и заботы о том, кому собираешься его вручить. Пушкинка такую возможность для своих юных читателей предоставит. 3 января здесь пройдут компьютерные мастерилки, необычные подарки, 4 творческая площадка «Веселые снеговички», а 5 января – мастерская арт-буков «Зимняя фантазия». Кроме вот этой программы, которая будет проходить в библиотеке, мы еще традиционно готовим онлайн-программу. И мы уже увидели, насколько хорошо жители нашего города, читатели нашей библиотеки откликаются на онлайн-трансляции. Поэтому ежедневно в нашей группе ВКонтакте будут проходить онлайн-трансляции каждый день в 11 часов. И мы тоже будем говорить о хороших, добрых книгах. Мы будем предлагать какие-то варианты для творческих мастерских. Для тех, кто не успеет посмотреть прямую трансляцию, видео разместят на странице каникулы на сайте библиотеки. Главное богатство любой библиотеки – ее бесценное сокровище – книги. В эти каникулы библиотека предлагает ребятам и их родителям окунуться в мир удивительных, захватывающих, волшебных историй. Мы можем сказать, что сегодня в библиотеке есть очень много хороших, новых, новогодних историй, предрождественских каких-то историй, которые, наверное, очень хорошо почитать как раз именно всей семьей. И когда читает мама или папа, бабушка или дедушка своему ребенку такую добрую, теплую, атмосферную книгу, она, наверное, производит особое впечатление на всех, кто в этот процесс вовлечен. К концу праздников 8 января Пушкинка ждет гостей на зимнюю игралочку семейный выходной. Ученица детской музыкальной школы Мария Сысоева стала дипломантом третьей степени на пятом международном конкурсе «Глиеровская осень». О подготовке к выступлению и своих впечатлениях Мария рассказала нашей съемочной группе. Международный конкурс «Глиеровская осень» проводится при прямой поддержке родственников и потомков композитора. Жюри конкурса – это академики, профессора, народные и заслуженные артисты России. В этот раз Саров представляла ученица второго класса фортепианного отделения детской музыкальной школы имени Балакирева Мария Сысоева. Я репетировала, там раскладывала по частям, то есть там, например, сегодня я репетирую такую-то часть, завтра такую-то, то есть я раскладываю по частям произведения и разучиваю его. Папа говорит, что мне это как бы дано, и поэтому мы пошли именно на фортепиано. В связи с ковидными ограничениями стал достаточно распространенным видеоформат участия в конкурсе. Мария и ее преподаватель Михаил Самсонов также записали выступление двух музыкальных произведений на камеру. По итогам Глеровской осени Саровчанка получила звание дипломанта третьей степени. Главным образом все-таки важно то, что ребенок музыкально развивается, как он вот себя чувствует в музыке. У каждого какие-то свои отношения складываются с музыкой. И вот это, мне кажется, важнее всего. Сейчас Мария Сысоева уже готовит большую программу к следующему конкурсу, который пройдет в Сарове в январе между музыкальными школами города. Светлана Ярунова, Кирилл Новикевич, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Воспитанницы архитектурно-художественного отделения «Дыши» заняли призовые места на Детской олимпиаде «Дизайн России». Кира Панова и Екатерина Макушина заняли второе место, а Софья Новожилова стала победителем конкурса. Подробности далее. Детская всероссийская олимпиада дизайна – это новый конкурс для молодежи. В этом году его провели впервые. Организатором олимпиады выступила детская школа дизайна в Нижнем Новгороде. Всего конкурс включал пять номинаций. Дизайн светильников, дизайн мебели, авторский знак, иллюстрация и плакат. Нам легче такое прикладное творчество, макетное, то есть мы ярче всего бы, наверное, представили это все. Поэтому выбрали дизайн светильников. Именно в этой номинации получили задание «Создать светильник». То есть это произвольное было сначала задание, то есть светильник на выбор, потому что они тоже разные все бывают. Олимпиада прошла в два этапа. Сначала участники в дистанционном формате должны были выполнить задание и прислать фотографии готовых работ. А в финале ребятам в режиме онлайн за четыре часа предстояло придумать и сделать совершенно новый светильник. В каждой из разной категории был свой вариант светильника. То есть кому-то потолочный светильник достался, кто-то настольный делал светильники. И они уже в течение четырех часов самостоятельно должны были придумать и сделать его из листового материала. То есть бумага, картон, любой листовый материал, который был под руками. Но у нас был картон и бумага. Юные дизайнеры проявили всю свою креативность и творческий подход к делу. Продемонстрировали навыки проектирования и моделирования. Воспитанницы детской школы искусств Кира Панова и Екатерина Макушина в своей возрастной категории заняли второе место. А Софья Новожилова стала победителем детской олимпиады дизайна. Я сделала основание, а здесь сама пришла и получился гриб. Я сначала вырезала круги, а потом сверху добавила шляпку и все. Так как зима, я не знаю почему, но я подумала про лето. Я вспомнила, как мы с родителями собирали грибы и я захотела сделать корзинку летнюю. Но я поставила вокруг картона палочки и обвела такой полупрозрачной ленточкой. От архитектурно-художественного отделения детской школы искусств на конкурс прислали 15 светильников. А всего жюри детской олимпиады дизайна получили 1991 работу со всех уголков России. В бассейне «Дельфин» прошло городское первенство по плаванию. В нем приняли участие около 300 юных саровчан. О том, как проходили соревнования, расскажем в следующем репортаже. Легкой воды, быстрых секунд, хорошего старта – это традиционное пожелание пловцам перед началом соревнований. Около 300 юных саровчан в возрасте от 6 до 17 лет собрались в «Дельфине», чтобы посостязаться в ловкости, скорости и спортивной подготовке. Я занимаюсь плаванием примерно 4 года. Мне это очень нравится. Я выступала на соревнованиях в нижнем и занимала 3 первых места, и 2 вторых, и 1 третье. Еще на прошлых соревнованиях я занимал бронзовую медаль. Я занимаюсь каждый день, не покладая рук, мне очень нравится это. Проходили соревнования в два дня. В первый день ребята преодолевали дистанцию 50 метров вольным стилем, 50 – в стиле баттерфляй. Во второй день нужно было проплыть 50 метров кроль на спине и столько же брасом. Здесь были как опытные пловцы, так и те, что решили впервые попробовать свои силы в городских соревнованиях. В принципе, можно сказать, что ребята готовы. Результаты наши растут с каждыми соревнованиями. Все выше и выше показывают результаты. Все старались, все молодцы. Есть молодые участники, которым всего 6 лет. Мы ими довольны, ими гордимся. Награждение было масштабным. 80 юных спортсменов завоевали первое место в своих возрастных группах. 160 ребят стали призерами. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры сделал DimaTorzok